пирс не восстанавливают пока ради бабла уничтожайте все вокруг сильно загаженные дюны стекло камни мусор на отдых приезжайте платите кучу бабла приходите на пляж на котором при проходе на море и обратно будете видеть вот это вот все снесли теперь заново строят скоро на этих пляжах вместо днем с огнем не найдешь очередная дюна с растениями подрезана и уничтожена в джамайке проехал трактор повредив дюны у нас постепенно уже зарастают зеленью уничтожается корневая система деревьев и здесь очень много погибло идет подготовка коровному сезону элитном куда уже ходят отдыхающие посмотрите ребятки свалка добрый день дорогие друзья вас приветствую в городе коробки она позовут меня юрий озаровский вам всем привет черноморский к сожалению у нас произошли трагичные события я искренне выражаю свои соболезнования всем пострадавшим погибшим в этом страшном теракте это очень страшная ситуация которая произошла в городе москве погибли люди том числе и дети ничего не вызывает это кроме ненависти к тем кто к этому причастен я надеюсь наша служба разберутся и виновные будут озвучены и наказаны сегодня хочу вам показать джима т и рассказать вообще о его левой части что тут происходит у нас глобальная стройка и некоторые места без изменений потому что вы готовитесь к отдыху и в этом году пока у нас идет война я уверен что очень важно выбирать российские курорты для отдыха искренне не уважаю всех тех людей которые рекламируют другие страны такие допустим как турция куда вы можете поехать отвезти свои деньги и спонсировать развитие их ввк которая потом обрушится на нашу голову и уже обрушивается поэтому друзья выбирайте курорты россии их у нас много отдыхайте у нас сохраняйте ваше финансирование для развития нашего государства температура воздуха сейчас плюс 15 и 4 у меня возле дома на солнце показывала 21 градус температура вот так вот плавают потому что в тени солнце не проникает и здесь прохладненько солнце припекает очень сильно температура море с утра было десять и восемь градусов информацию о том как я купаюсь куда можете смотреть в нашем телеграм-канале ссылочку увидите на экране будем рады вас видеть числе наших подписчиков также группа вконтакте мы тоже там есть начнем вы наш обзор с тополиного проезда здесь ведь работает место кафе летнего для продажи разнообразных вещей здесь по пионерскому проспекту у нас есть велодорожка найдет до санатория мечта от самой анапы с этой стороны у нас находится ривьера туда дача славянка урал и с левой стороны юность санаторий по этому проходу больших количествах люди ходят на море с этих санаториев с правой стороны у нас голубые ели с левой стороны у нас бимлюк называется вчера у нас был небольшой шторм приходил ветер метров до 12 продувалом катался на кайте в конце видео оставлю вам видео сюжет получилось по моему очень даже симпатично снять парочку моих галсов здесь у нас строят новые торговые павильоны переоборудуют старые можете увидеть что уже санатории приезжают люди это наши отдыхающие не местные жители правой стороны есть парковка на котором можно оставлять машину поэтому сюда приезжает довольно таки много людей в летний период также вот эти все торговые ряды будут работать сейчас тут какие-то коммуникации перекладывают с правой стороны здесь много гостиниц находится вот эта гостиница она сделала перед собой проран в дюнах пробив тем самым нашу экосистему дюны спасали их шторм они ведут себя вот таким вот образом не подобающим также с этой стороны у нас большое количество разных гостиниц такие как а в долине люксор хаус и другие также здесь работают большое количество столовых и места разнообразного общепита где можно прийти поесть насладиться всеми благами цивилизациям одно из популярнейших мест это арблева панзиатская кухня да это столовая у нас даже было на обзоре мы там что-то ели но до сюда доезжают машинки на которых привозят людей сюда на отдых здесь правой стороны хотели сделать настил деревянный потом администрация снесла часто торговые ряды и на этом проходе элитном куда уже ходят отдыхающие посмотрите ребятки свалка неужели эти санаторий не могут взять и расчистить эти места смотрится прям очень печально здесь тоже видим что работала тяжелая техника разгребала наши любимые дюны здесь хотя бы он постоянный этот проход с него могли и те гостиницы ходить которые находятся с правой стороны но они решили по-другому что надо сносить дюны и делать собственные программы у них правую сторону краски уже начали выставлять пляжи мои подписчики говоришь наверно к той гостинице принадлежат вы уже можете увидеть что идет подготовка к хорошному сезону и вы было бы все хорошо если бы не было так обидно из-за того что сносит дюны с левой стороны можете увидеть пляж который относится к ривьере он пострадало время шторма сейчас уже подсыпают его песочком как раз который снимали с этого прохода я думаю к лету его приведут уже в надлежащий вид порядок но то же самое видите здесь были снесены дюны уничтожены растения и расположили эту пляжную территорию здесь правую сторону у нас выход с юности там они ходят через кристалл вы видите здание дачи эры находится потом уже джемоте но это наша любимая морюшка здесь немножко продувает ветер сегодня он прогноз дает нам вообще было на любой потом поменялся и сейчас где-то метров 6 7 продувает для меня это маловато я буду завтра врываться завтра будет ветер до 15 метров в секунду то есть довольно таки мощные порывы будут приходить и шторм будет довольно таки приличный хочу выразить огромную благодарность всем тем людям которые наводят порядки на наших пляжах я сейчас занимаюсь бегом каждый день пробегая мимо этих пляжей в том числе бегаю я от речки анапка иногда и аж за этот самый пирс и постоянно по утрам работают люди убирают здесь все море великолепное пляжи выглядят невероятно красиво это меня очень сильно радует еще раз спасибо вам большое дорогая ирина истерин я поздравляю вас с днем рождения желаю вам здоровья счастья оставаться такой же и яркой быть всегда на позитиве дай бог вам здоровья что все вас было хорошо от души днем рождения вас температура воздуха на море 15 и 1 градус можем посмотреть как раз таки как это все происходило то есть собственный отель на выделенной когда-то земле за красной линией вот они решили что у них должен быть собственный проход к морю мы один раз их ловили когда они это делали мой подписчик тут пытался противостоять технике но говорится изменения никаких делают что хотят можете увидеть как подрываются кусты уничтожается корневая система деревьев и здесь очень много погибло лично для одного отеля вот как он такое отношение луч мусор по убирали которого у них тут на дюнах очень много как жалко каждый кустик они уже пытались отпустить побеги зелененькие но пришел трактор сказал что пора вот видите тоже уничтожное растение сносить дюны которые должны защищаться мы выезжаем с этого проезда и отправляемся в сторону самого джима тем с левой стороны как я говорил голубые ели за ним находится мечта за мечтой есть еще один проход который говорил пользуется краски юность для прохода к морю мы не будем застрять внимание потому что мы в принципе видели его издалеке там работает кафе и других никаких достопримечательностей в принципе новых нету до изменений тоже пока пляжи там не выставляются мониторю ситуацию здесь каждый день как он сказал бегаю море хочу только обратить внимание на вот эту красоту под березовым посмотрите какая просто невероятная красота сколько цветов беленьких смотрится очень классно пристал сам с левой стороны приезжаем потом идет элата 2 дальше у нас военный инновационный технополис эра находится справа и с левой стороны за ними находится пансионат родник он работает практически круглогодично да сейчас мы можем видеть и много машин здесь стоит и людей здесь работают торговые ряды возле родника если вы там отдыхали пишите свои отзывы как вам если нас веру далее золотые пески по правой стороне это сбербанку принадлежит и сама эллада находится слева как раз мимо нее будем проезжать к морю также с правой стороны у нас это местечко называется азос по пансионату и здесь находятся гостиницы тоже построены раньше на пустырях и некоторые пустыри так еще не застроили это вход в элладу за элладом и поворачиваем налево здесь нас ждет проход к морю который в летний период времени к сожалению перекрывается шлагбаумом поворачиваем на въезде здесь сидит дядечка обычно никого не пускает посмотреть какая красота весенние месты аромат какой стоит возле них уф просто вкусняшка с правой стороны есть тротуар также здесь на территории строящегося уже очень давно лагеря или пансионата тоже есть парковка там можно поближе к морю подъехать оставить машину по цене в этом году пока не знаю сколько потом ближе к лету вам обязательно озвучу эту информацию правой стороны как я сказал эллада здесь у нас впереди находится видите гостевой дом алюра который у нас есть на обзоре на канале можете посмотреть также ламелия называется гостиница который находится тоже видите за красной линии прямо по самым дюнам построена надеюсь что больше таких не появится за ней проход к морю джамайка его тоже уже расчистила люди жаловались на этом чуть дальше его посмотрим с вами здесь же проход вот он сюда идет ну я часто хожу с дюн смотреть на эти пляжи потому что так красивее сразу больше видно проезд сзади меня который остался к морю называется золотистый проезд метет песочек на дюнах и великолепный вид на наши пляжи мужчина с детьми гуляет по дюнам видите да как близко этот пансионат фамилия стоит где нам дюны у нас постепенно уже зарастают зеленью скоро они будут очень красивые зелененькие я больше всего люблю когда начинает цвести влог серебристый видите с левой стороны дерево и тогда здесь очень сладкие ароматы раздаются на всей местности как красиво с волной смотрится море тут восстанавливают пляжи по правой стороне в принципе видим потому что после штурма не очень сильно пострадали там у нас ставится пляж элады здесь золотых песков а там такая небольшая сквачена идет потом идет вот пляж джамайка который краски как и сказал пробивал к себе проход в море виби будоражит наше воображение вот только посмотрите какие широченные пляжи если вы любите песок то одно из лучших мест для того чтобы приехать на отдых вы здесь себе найдете место сто процентов и здесь так не так уж и много людей на этих пляжах отдыхает кто был здесь обязательно пишите как вам понравилось тут отдыхать или нет очень важно будет для наших зрителей почитать ваши отзывы спасибо здесь проход к пляжику алюра раз таки и указ что проход к джамайке тут территорию тоже думаю что мечтают застроить надеюсь что у нас получится и отстоять ведь огородным забором продано находится на в частных руках будем надеяться верить в силу нашей администрации отвоюет и оставят в покое наши дюны впереди уже мы как бы и видим говорится на варе шапка горит здесь двигали песок вот какую кучу прямо на дерево насыпали ветки корни валяются как же больно это смотреть сюда между дюн проход его не чистили а вот сюда вот к джамайке проехал трактор повредив грунты все растения уничтожены какая же грустная ситуация сколько можно за джамайкой бороться почему постоянно такое вот бездушное отношение к нашим рекреационным ресурсам почему нельзя сделать просто настил там ну вот даже вот здесь спокойно иди образно говоря сделайте на сваях как это делают например благовещенская как это ученые ран наши рекомендовали для сохранения наших ресурсов рекреационных но большому сожалению них свои взгляды и виды все это пожалуйста джамайки пробить проход что трудно было не трогать зачем очередная дюна с растениями подрезана и уничтожена сколько них здесь уничтожили никогда не забуду по у нас зам мэра один мы разговаривали о том что здесь не сильные дюны гайда не может быть потом видео с квадрокоптера это подтвердило в общем вот такой проход и пробитые дюны к пляжу причем они еще и сзади прочищали их как же печальная ситуация с той стороны показал что идет восстановление пляжа с этой стороны пока ничего не меняется тут также утопают в песке айрарии как выглядит пляж самой джамайки сейчас здесь вот единственное что их можно поблагодарить это за площадку для занятия спортом на пляжах это очень хорошо и также вид на наше морюшко буквально месяц я думаю все будет уже выглядеть совсем по-другому восстановят то что было уничтожено и сделают сто процентов что-то новое чтобы больше косить бабла с наших дорогих отдыхающих несмотря на то что понедельник людей на пляже очень много потому что все больше круглогодичных или работающих вместе с зоне санаториев у нас запускается все больше людей приезжают к нам оздоровиться походить погулять свежим воздухом это приветствуется это пляж который называется джаматинский проезд мимо вот той гостиницы здесь проход к морю специально джамайки до сюда дошел чтобы уже там не выезжать не показывать его отдельно вы видите какая здесь обстановка в принципе ничего не изменилось только опять таки здесь двигали дюну песок этой площадке отсюда с пляжа мы видим две мега стройки 1 это лайнер которые должны были быть апартаменты он замер так и не достроился сзади него находится новое строение хилтон строится у нас будет мега супер-пупер отель а также у нас с левой стороны два гостиничных комплекса которые находятся под вопросом о сносе то есть есть решение судов о том что они должны убрать те объекты с той территории как это будет и будет ли это в этом году пока не известно как будет какая-то информация обязательно вам об этом рассказывать но будьте аккуратны следите за нашим телеграм-каналом чтобы не забронировать в том месте в котором потом ничего не будет показательно мама с ребенком на дюнах бегают играют красота вот для чего эти дюны существуют здесь зелени еще больше оживает природа несмотря ни на что ну какой же монументальный этот хилтон он по всему периметру сделан бывшего автокемпинга там будет отдыхать очень много людей скоро на этих пляжах место днем с огнем не найдешь это называлось многофункциональный гостиничный комплекс лайнер вот хилтон бы его забрал потому что там уже даже окна вставляют офигеть прикиньте он в этом году заработает я буду в шоке от котлована до запуска меньше чем за год и рядышком здесь соседствуют деревянные домики пальма сонета гостиничный комплекс все в принципе ждет вас наши дорогие отдыхающие отходишь от моря температура меняется почти 17 градусов но теперь доедем до туристского прохода здесь у нас отель sirius разноцветный ну вот сам выход именно на пляж что-то огородили летом тут есть туалет о роллеты возвращаются сушки снесли теперь заново строят короче какой-то ппц происходит хотелось бы наоборот чтобы здесь появилась какая-нибудь территория благоустроенная но выгоднее сдавать в аренду и поэтому снесли забор белого пляжа и заново выстраивают это все тут гостиницы замерли теперь посмотрите на на этот строящийся комплекс у меня мои подписчики просили покажи расскажи что там летом как там будет остановит они стройку или нет собственно я думаю что должны остановиться слишком много отдыхающих вокруг и если они будут это делать то этот район в принципе будет без них белый пляж 4 звезды не хватает денег эти бедные вместо благоустройства для людей своих же сделали торговые павильоны здесь с правой стороны все уберется потом будет проход выглядеть совершенно по-другому к нему мы еще вернемся сейчас давайте прокатимся по джамотинскому проезду туда дальше посмотрим как во первых здесь инфраструктура меняется или нет вот это у нас гран прибой вот как раз таки про гранды я говорил и круиз сейчас вопросы у судов будем надеяться что все будет хорошо ищих нам находится тут территория у полка и вера брала его что ли тоже оленд вот дивный мир отельный курорт с левой стороны у нас большая база отдыха которая ждет конечно сезона и восстановление цвета у них там все заросшие работали она в прошлом году или нет если в курсе напишите здесь у нас галатея общался с хозяйкой этого гостего дома во время подтопов она краски рассказывал что вот строительство от этих вот гран прибоев и перекрыло было тут отводной канал который выводил воду отсюда из-за этого здесь и были подтопления где-то на прямой трансляции у нас это даже есть здесь у нас черноморская гостиница называется и тут проход к морю мы к нему сейчас вернемся посмотрим сносят там строение которые должны были же дома брать или нет туда дальше доедем до тупика который называется туристический через который тоже большое количество людей с джемоте ходят на море здесь нас эмиральдика находится family beach отель эмиральд витязева очень славится здесь я тоже плохих отзывов не слышал по прямой у нас как раз фея которая и строила эти гостиницы ну и сам туристский проход тут мы не поедем тут тупик возвращаемся к морю летнее время с левой стороны на этом проходе работает столовая здесь вот съезжающая выпечка мини-маркет наградные напитки продают выход к морю сейчас выглядит вот так местные жители очень сильно жалуются что он выглядит сейчас не презентабельно из-за того что здесь раз таки идет снос вот этих зданий ну как идет очень медленно долго и нудно с никаких изменений глобальных мы не видим кроме того что снесли забор здесь дюны начали наступать и вот в таком виде предстает это место ставить на отдых приезжайте платите кучу бабла приходите на пляж на котором при проходе на море и обратно будете видеть вот это вот все без мата не назвать это конечно это жути плюс здесь были из-за этого уничтожены дюны очень жалкое событие но здесь продолжают видите вырезаться участки в общем движуха идет по полной программе это пирс который тоже многие любят в джемоте собственно ради этого мы на этот проход и приехали посмотреть какого он состояния плюс из-за этих сносов и строек здесь сильно загаженный дюн стекло камни мусор разнообразные это полностью по всему нашему побережью здесь в этом месте очень обидно на все это смотреть вместо золотистого песка мы видим с вами очень много битого стекла и строительного мусора вот как у людей вообще тогда поворачивалась я здесь воевал с трактористами в плане того что пытался их остановить они мне кричали а чё тебе больше всех надо чё у тебя гостиница есть что ли чё ты за все переживаешь а вот скоты посмотрите что после вас осталось искренне от души я вас ненавижу потому что вы ради бабла уничтожаете все вокруг собственно что из теракта у нас произошло ради денег просто что вы за люди что у вас головы как вас воспитали господи туда дальше у нас пляж и 3 пляж на улице мира и первый проезд посмотрите как здесь выглядит море пирс не восстанавливают пока в анапе там уже работа произвели а здесь вот так он ждет сезон я вообще против всех пирсов нафиг нам честно и нужны потому что они останавливают течение за них здесь собираются водоросли когда их не было все очень сильно промывалось течениями никаких водорослей мы даже не видели и не слышали будем надеяться что в этом году море нас будет радовать будет чистое классное прекрасно заметьте третий выход на море и третий проблемный то есть везде какой-то геморрой но неужели у нас просто не может быть пляж и хорошее благоустройство для наших отдыхащих почему с вами наблюдаем вот этот весь обздец повсюду жуткая картинка просто возвращаемся на джиматинский проезд и посмотрите на этот масштаб прям очень интересно увидеть что здесь в итоге получится также интересна судьба вот этих отелей с левой стороны останутся они или будут демонтированы в общем много изменений ждет джиматы одно увеличение количество отдыхающих будет сто процентным потому что такое количество строй который сейчас здесь ведется у нас за устраивается полностью территория за аквапарком который мы впереди видим этот называется по партике так здесь у нас столовая полет и территория возле нее тоже замерзшие в ожидании следующего сезона за аквапарком у нас находится строительство нескольких апарт-отелей вся территория которая находится между жиде вокзалом и джиматы будет полностью застроена просто представьте сколько там будет людей отдыхать недавно видео он показывал что там происходит информация по новой набережной буквально там послезавтра начнется снос здания сейчас сам собственник подготавливает все к сносу и в дальнейшем мы приедем вам все это подснимем и расскажем то есть здание будет сноситься сто процентов с правой стороны у нас солнечный остров называется детский парк с левой стороны рота дпс на этом выходы на пляже мы сегодня закончим потому что надо ехать в сторону дома но под джиматы прокатимся сегодня я в дольше уйду на станции поэтому немножко не успеваю надо было раньше выходить пораньше вот морально было сложно собраться то что надо идти снимать работать несколько дней чем видеосюжеты не снимал только в трансляциях мы с вами общались вот самый туристский проход здесь находится у нас ваниль кондитерская в которой можно кофе попить и летом там тоже кормят хорошо это частный сектор джиматы с правой стороны а с левой стороны у нас пансионат джиматы за ним находятся уральские самоцветы то есть места очень привлекательные для большого количества людей многие любят джиматы за близость к морям джиматы конечно меньше развлечений всякой разной развлекательной инфраструктуры это у нас уральский проезд с правой стороны у нас ростовская улица там тоже отеле расположены поэтому показываем здесь проходчик из уральские самоцветы выход на улицу морскую пляжу сейчас открыто каких-то там уже не а нет что-то строят на ней надо будет эту часть джиматы следующих видео подснять здесь нас хинкальная открывалась право но это сам центр джиматы здесь почта у них находится и отелью мы проезжаем сам дэй у нас есть на обзоре за ним находится у нас к ним отель тоже есть на обзоре здесь кафе клим одно из популярнейших мест джиматы за ним вот в этом году ресторан работал мы его тоже с вами смотрели показывали тут пятерочка магнит с правой стороны это первый проезд там люди есть но каких-то изменений глобальных тоже нету яба и имени гулаева улицы туда проходит там санаторий детский находился самолете кстати тоже очень известный раньше всегда ориентируясь по нему в детстве там где едем мы что делаем с левой стороны у нас юбилейный детский пансионат открылся в прошлом году мы снимали его открытие можете посмотреть на канале как это все выглядело и действенно любимейшим место мое джиматы потому что очень много сосен и здесь великолепный воздух классная тень жару прям при тех ходится очень хорошо так создают вопросы по гостевому проезду что там будет будут ли сноситься торговые павильоны или все останется честного ответа у меня нет если вдруг не будут смотреть рабочие кто там собирался может в этом году брать себе торговый павильончик то напишите пожалуйста как там обстановочка и сам гостевой проезд сейчас выглядит вот так я смотрю что там одна торговая точка уже работает это значит что скорее всего и все запустятся посмотрим в общем время покажет в общем основную часть джиматы мы проезжаем с вами здесь еще с левой стороны частные секторы у нас там динамо находится за ними в правой стороны у нас олимп отель дальше у нас тут перестройка идет смотрите здесь у нас курортная деревня была уже меняется здесь проход к морю на кривой проезд тоже очень много отелей доехали мы кстати до третьей феи здесь машин много людям сидят виничка возле дороги пьют деревья цветут то есть красота и привлекательность единственно сейчас у нас протягивают какие-то коммуникации поэтому немножко есть строительный мусор на свадьбе все это уберут будет чисто красиво и ждать вас когда вы к нам уже приедете на отдых с левой стороны мы проезжаем сибур юг сибур юг тоже по моему уже запустился по крайней мере много людей вижу которые возле него ходят по пляжам вчера катался там много было здесь у нас и кабеля какие-то тянут я думал может фанализацию новую увеличивают мощность если сделать но нет здесь у нас четыре сезона жк находится и дальше тоже при сердяково устроившаяся зона отдыха для военных ну так и замерша дальше отель катран и с левой стороны бывшая территория северного сияния которая также поделена на куски из которой также пытается каждый себе сделать проран здесь были от деревья их посрубили сейчас вот так вот возле катрана выглядит территория будем надеяться что за место туй посадят хорошие деревья вчера в телеграме выкладывал эту информацию сказали что туй засохли уже гораздо раньше в прошлом году потому что не поливали лазурный берег здесь проход к морю краски где мы катались на кайте ну собственно куда я вас и приглашаю дорогие друзья пишите что вы еще хотите посмотреть на сейчас немножко закатим на кайте потом посмотрим еще и закат спасибо большое за внимание простите что голубом по европам но думаю что видео должно быть максимально коротким информативным и для вас полезным для тех кто выбирает отдых в джамоте я думаю сегодня должно зайти не ждите ближайшие дни мы снимем с вами остальные проходы к морю которые не успели сегодня а и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...